В республике сегодня отметили День работников агропромышленного комплекса. Этот праздник объединяет тех, кто работает на земле, и тех, кто перерабатывает сельскохозяйственную продукцию. 40% населения Чувашии проживает и трудится в сельской местности. Доля агропрома в общем объеме валового продукта – 16%. День работников агропрома – одна из немногих возможностей для сельхозтоваропроизводителей встретиться всем вместе, ведь их производственный цикл длится круглый год. У нас хозяйство очень уникальное. Начинаем работу с рассады, затем идут ягоды, ранняя капуста, огурцы, картофель, и заканчиваем мы капустой. А как только уборка урожая заканчивается, даже не успевая заканчиваться, мы начинаем переработку продукции и круглый год перерабатываем. Не успеваем переработку закончить, начинается рассада. Как известно, цыплят по осени считают, в целом сезон выдался неплохим. Урожай зерновых собран рекордный – свыше 650 тысяч тонн. По сравнению с прошлым годом выросли и многие другие показатели. И в этом несомненная заслуга каждого муниципалитета. В целом запланированные цифры мы под соглашением между Министерством сельскохозяйства и Аликовским районом практически все выполняем. И по зерновым культурам, и по мясу, и по молоку. Конечно, небольшое у нас отставание есть по картофелью, не выполняем. Но тут есть объективные причины. Год выдался, так скажем, дождливый, и часть урожая у нас пришлось списать. А в целом, я считаю, неплохо завершаем. Задел на следующий год и зябь подняли, и зимы отсеялись неплохо. Правительство, в свою очередь, выполняет свои обязательства перед аграриями. Только в 2017 году на устойчивое развитие сельских территорий направлено свыше миллиарда рублей. В Канадском районе в этом году удалось привлечь около 27 миллионов. Это реконструкция здания мастерской, спасельский дом культуры, около более 6 миллионов. Это новый современный сельский дом культуры. Завершено строительство газоснабжения, электроснабжения. Также продолжается строительство дороги с твердым покрытием. Медленно, но верно решается проблема квалифицированных кадров. Молодые специалисты возвращаются в села, где уже подрастает смена. Многие ученики агроклассов нацелены на выбор сельскохозяйственных профессий. Мы получаем дополнительные внешкольные знания по химии, физике и биологии. Это помогает нам получше подготовиться к экзаменам. Также мне очень нравятся экскурсии на передовые предприятия Агропромышленного комплекса Чувашской республики. Мы знакомимся с новыми профессиями, новыми технологиями. И я очень рада, что в нашей школе открылся агрокласс. Крестьянский труд, насколько тяжел, настолько же и благодарен. Больше всего согревает душу, сознание, что ты продолжаешь важное дело, начатое твоими предками, а потом передашь его в надежные руки своих детей. Где здесь? В самом сердце Чуваши... Расположилась семейная ферма. Елена Гальперина, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов. Республика.